Тема часа. Программа «Акселератор РЖД и ее развитие». Роман, Михаил, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. И, конечно, разрешите вас и ваших коллег поздравить с завершением второй акселерационной программы «Акселератор РЖД-2020». Это уже, опять же, не просто так, это традиция. То есть 2021 год, вероятно, еще раньше начнете подготовку и определите какие-то новые темы. Рассказывайте о том, как прошла программа в 2020 году. Наверное, влияние пандемии тоже как-то оказалось. И, наверное, все перешло в онлайн-режим. И, конечно же, поменялась система подхода, отбора материалов. Может быть, не поменялась, не знаю, рассказывайте. Да, действительно, мы можем теперь похвастать уже регулярно проводимые программы, потому что вторая отлично прошла и состоялась. Точно так же были выбраны семь победителей. 2020 год, в этом смысле, несмотря на пандемию, закончился хорошо. И если сравнить с программой, которая была в 2019 году, то все показатели, в принципе, сопоставимы, несмотря на то, что практически все приходилось проводить действительно в удаленке. И вот Роман может рассказать поподробнее. Что могу сказать, что в планах действительно проведения еще акселерационных программ в дальнейшем. Мы хотим поставить это на постоянные рельсы. Мы хотим, чтобы функциональные заказчики, они сейчас уже достаточно активные, им очень интересно, им очень интересно общаться. Они говорят даже вплоть до того, что мы мало видим стартапов, хотим больше. Мы хотим, чтобы это было вполне конкретным действенным инструментом для наполнения инвестиционных программ, дирекций, программ повышения операционной эффективности. Мы хотим обратить все-таки внимание на внутренние инновации, а именно на проекты сотрудников РЖД, на проекты студентов отраслевых вузов. И хотим программу для них сделать в том числе. Как раньше была рационализаторская программа РЖД? Как была идея для РЖД, когда молодежь там... Да, это все никуда не ушло, оно есть... Просто трансформируется. Да, мы трансформируем и выделим из него проекты с коммерческой составляющей, потому что много, и мы видим это регулярно, и в единое окно проекты приходят, в единое окно инновации РЖД, и в акселератор приходит много проектов, которые не само РЖД должно реализовывать. Они нам очень выгодны и очень интересны, но это наши поставщики фактически. Это производители подвижного состава, это производители технических средств, которые мы их используем. И мы, конечно, заинтересованы. И вот в 2020 году удалось привлечь партнеров в программу, которые тоже в том числе выбирали проекты. Вот Роман, может быть, расскажет, какие партнеры у нас были. Мы, проведя первую акселераторную программу, постарались взять максимальный опыт, который мы получили, и улучшить его, даже так скажем. Потому что, начиная с января и даже весь февраль 2020 года, мы занимались фокусом второй программы. То есть мы выезжали к нашим функциональным заказчикам в дирекции, главным инженерам, расспрашивали их, что им интересно, что им нужно. Хотели сделать фокус наиболее структурированным, понятным. При этом мы понимали уже, что делать достаточно широкую, обширную программу, как в 2019 году, мы не сможем, потому что очень расплывается фокус, и начинаем проекты терять. Ну тогда было первое, да? Первое, блин, он был довольно удачный, как говорится, да? Никому это надо заметить. Но просто вы тогда действительно попробовали, да? И привлекали стартапы совершенно разной направленности. Здесь все-таки вы, наверное, выбрали конкретную тематику. Да, сузили фокус, определили, что это будет подвижной состав, определили семь основных дирекций и начали с ними работать. После этого мы понимали, что узкий фокус, он может сузить набор проектов, который к нам придет. И при этом мы понимали ту ситуацию, которую сказал Михаил. То есть есть ряд партнеров с РЖД, которые работают и поставляют им подвижной состав, которые готовы были внедрять решения стартапа, а в итоге компания бы получала продукт от наших партнеров, который бы уже был с внедренным решением инновационным от стартапа. И в целом компания, опять же, получила бы те эффекты, которые нам несут стартапы. Поэтому мы провели работу с партнерами, познакомились с ними, с кем-то были уже знакомы и попросили их участвовать. На что получили хороший отклик. И они, придя к нам на программу, свой фокус также принесли, который мы обобщили с фокусом нашей компании. Получили очень хороший, я считаю, широкий фокус структурированный, который помогал стартапу разобраться, в какое направление мы лучше прийти и что принести компанию. У нас было пять направлений. Пять направлений. Локомотивный комплекс, мотор-вагонный, скоростное сообщение, вагонное хозяйство, специально подвижной состав, в которых где-то от 29, вернее, от 8 до 29 подпунктов было. То есть это все могли прочитать, посмотреть и выбрать, куда лучше применить решение. Подавать заявку. А это по-прежнему также реализовывалось с помощью электронных сайтов, то есть электронных технологий, сайт, площадка, где регистрируешься. В 2020 год наложил свой отпечаток. Программа была полностью в онлайн-режиме. Все мы делали в онлайне. И здесь даже такой момент, так как акселератор входит в структуру ООВНИИШТ, главного института отрасли. Институт своими силами сделал, так скажем, зал акселератора, в котором мы планировали провести все наши встречи. И мы открыли эту площадку вместе с тем, как открывали саму программу. Здесь благодаря институту мы шагнули вперед, шагнули вперед, показав, что мы будем работать с инновациями, что мы их ждем, что мы готовы всегда их принять. Но единственный формат прошлого года нам не позволил, так скажем, сжать друг другу руки, смотреть друг другу в глаза без экрана. Но здесь нам, так скажем, сопутствовал такой момент, что все регионы были подключены к нему, и они так же, как и те, кто могут к нам быстро добраться, то есть Москва и ближайшие города. Также смотрели все наши вебинары, все наши мероприятия проводимые. И я считаю, что здесь позволило нам набрать больше участников, потому что регионы были очень заинтересованы. Мы в таких городах, как Новосибирск, с ихними инновационными площадками провели мероприятия в онлайн-режиме. Пермь, Санкт-Петербург, Хабаровск. То есть, в принципе, это все отражено на нашем сайте, accelerator.rgd.ru, где мы постарались осветить каждый шаг нашей программы. С этим можно ознакомиться. Ну да, кому интересно, обязательно посмотрим. Да, посмотреть интервью, посмотреть. Мы подключали специалистов института, чтобы они проводили так называемые онлайн-лекции, рассказывали о тех направлениях, которые интересны РЖД. Там есть и краткие ролики также, которые говорят о том, что интересно как института, так и РЖД. Поэтому я считаю, что зайдя на сайт, можно много чего интересного подчеркнуть и узнать. И даже для всех участников программы проводились специальные мастер-классы, встречи. Вот в первый раз, когда вы это делали, я думаю, что вы эту традицию продолжите. Даже вплоть до того, как правильно оформлять свой проект, и как его презентовать, как его представлять, чтобы заказчик или кто будет исполнять его, и дальше вместе работать с теми, кто разработал эти идеи. Вот как убедить, что это важно? Как я уже сказал, опыт первой программы нам позволила разработать шаблоны некоторых документов, что значительно сократило время, которое нужно было, чтобы стартап понял, как ему что оформить, как сделать какие шаги, чтобы быстрее прийти к демо-дню и выступить там. — Большое вам спасибо за эту беседу. Успехов всем участникам, всем победителям и тем, кто, может быть, не стал победителями, но мы знаем уже примеры того, что те или иные дирекции интересуются и другими стартапами, и могут их реализовать на сети, на конкретном участке или где-то у себя в филиале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова